Северсталь в Казани встречалась с Акбарсом, который в последнее время играет неровно, что не мешает ему возглавлять Восточную конференцию. Эту встречу казанцы начали очень активно. Уже через пять минут после стартового вбрасывания они вели со счетом 2-0, что привело к замене голкипера Северстали. В воротов стал Дмитрий Шугаев. Конечно ждали. Смяли нас первые смены. Даже удаление, которое было у соперника, наверное, в моментах больше было у наших ворот. Еще раз повторю, сегодня хороший настрой был у Акбарса. После этого черепаевская команда смогла один гол отыграть. Шайбу записали на счет Александра Питунина, хотя она попала в ворота от конька защитника казанцев в ходе быстрой атаки Северстали. Еще до первого перерыва Акбарс успел забить третий гол. К отскоку от борта первым успел не самый скоростной Джонатан Доус. В начале второй-третий матча легионер хозяев льда оформил хит-трик. Снова Доус оказался самым ловким перед воротами Северстали. Черепаевская команда смогла вернуть интригу благодаря упорству четвертого звена. Егор Яковлев отквитал один гол броском с близкого расстояния. Соперник агрессивный начал. Очень, в принципе, бились по броскам. В принципе, не скажу, что там по матчу одинаковые броски. Просто, конечно, у нас были моменты при такой даже игре. Просто соперник, видимо, хотел с вами больше победить. Но я думаю, что эта игра будет для нас уроком. И сделаем выводы и готовимся дальше. Довольно быстро казанцы восстановили разницу в счете. В концовке периода голевым стало подключение к атаке защитника Акбарса Педана. 5-2 после двух периодов. В заключительный третий матч счет не изменился. Это второе поражение Северстали подряд. Черепаевская команда занимает седьмое место в Западной конференции и уже 1 декабря в Ярославле сыграет с локомотивом. Владимир Сентябрёв. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова